Скажите, когда вы гуляете по нашему городу, часто ли вы смотрите вверх или под ноги, по сторонам? Обращаете ли внимание на странные детали, необычные надписи, которых вроде и не должно быть здесь, но они тут? Если вы считаете, что Барнаул не создан для загадок, приглашаю вас на сегодняшнюю прогулку, чтобы убедиться в обратном. Сразу оговоримся, сегодня никакой мистики. Барнаул без призраков полон, даже переполнен загадочными историями и знаками. И самое интересное находится буквально на виду. Вот знакомые каждому барнаульцу чугунные ворота на Ленинском, рядом с площадью Октября. Александр Франц, пастор Лютеранин, рассказывает, всю жизнь в городе прожил, ходил мимо, а потом внезапно увидел один из главных протестантских символов розы Лютера. Это христианский крест. Он находится на центре человеческого сердца, как символ нашей веры. Крест окружает белая роза, как символ чистоты наших помыслов, символ христианской надежды, символ радости. Можно сказать, так не похоже совсем. Крест не такой. Вот сравните. Да и сердце не очень-то угадывается. Но тут как раз все ясно. По словам Александра, чугунное литье не позволяет точно передавать детали. Гораздо более странно то, как эти ворота тут появились. Датировать их можно точно. 54-й год. Они явно отливались под проем. Странная символика прямо под звездой. Не так ли? Или закономерная? Так как эти здания проектировались для котельного завода, проектировались ленинградскими архитекторами, то я думаю, что эту эмблему разместил здесь один из ленинградских архитекторов. Другой вопрос сделал он-то сознательно или просто как красивый символ. А буквально в паре сотен метров на пересечении Ленина и Брестской другая странность, которую не сразу и увидишь. Порой удивительные вещи можно обнаружить, просто посмотрев себе под ноги. Вот видишь такое, например, и даже не знаешь, что и думать. Звезда Давида. Древний символ иудаизма и не только. Два треугольника. Соединение верхнего, божественного и нижнего материального миров. Символ самой жизни. Звезда Давида есть и на фото из еврейских гетто времен Второй мировой, и на флаге современного Израиля. И вот на люке в Барнауле. Но писатель и журналист Михаил Гундарин уверен, не стоит искать здесь следы тайного заговора или чётноподобие. Всё гораздо проще. В 90-х годах коммунальщики решили поменять люки и заказали с первым попавшимся узором. Наши коммунальщики, люди в эзотерике, слава богу, не сведущие. А мне кажется, что коммунальщики не должны быть сведущие в эзотерике. Иначе с коммунальными с теми будет совсем проблема. Вот они взяли и ничто раз у меня же положили их на полагающееся место. А тогда была, не знаю, свобода, не свобода. Но вот тогда была такая довольно тёмная вода, в которой иногда водились такие довольно забавные рыбки. Вообще, такие люки – это отдельная интересная тема. Вы вот часто разглядываете, что на них изображено. А порой стоит. На перроне Барнаульского жидовокзала уже несколько лет лежит такой вот люк. Странная надпись, правда? Клавегерам по-каталански означает «канализация». Каталански – это Барселона в нынешней Испании. Наша землячка Мария Шарапова, ныне живущая в чаще езды оттуда, по нашей просьбе прогулялась, внимательно глядя под ноги. Привет, Барнаул. Мы в самом сердце Каталонии, городе Монреса. Это улица Пассаж, а это двоюродный брат Барнаульского люка с точно такой же надписью. В управлении железной дороги затруднились сказать, откуда он. По нашей просьбе ряд историков изложили все возможные версии. По одной из них люк привезли после Второй мировой из Европы. Страна нуждалась в любом металле. Смущает одно – сильно уж новым этот люк выглядит для 70-летнего. Историк и писатель Евгений Платунов уверяет, как часто бывает, отгадка гораздо проще. В 2009 году один челябинский завод получил заказ на изготовление люков для Барселоны и окрестностей, для новой системы канализации. И, скорее всего, вот заказ был выполнен. Может быть, часть то, что потом отливки какие-то остались, формы, может быть, использовалась уже и для внутреннего нашего вот этого, по мере необходимости в каких-то ряде городов. Кстати, не исключено, что тот каталанский люк сделан в том же Челябинске. Вот таким порой причудливым образом стыкуются разные страны и регионы. И, пожалуй, это и есть самая большая загадка – хитросплетение судеб и случайностей. Без всякой мистики, теорий заговора и тайных сообществ. Хотя, насчет последних наш город тоже может кое-чем похвастаться. Но об этом, а именно о следах масонских и прочих тайных сообществ, мы расскажем в одном из следующих выпусков «Барнаула неизвестного». Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова